Сергей, очень приятно, очень приятно. Звоню поздравить с днем рождения, пожелать счастья, любви, здоровья, прежде всего здоровья родителям, близким, друзьям, сестрам, братьям, все, кто в этот день будет рядом с тобой, 21 год такой хороший возраст, когда можно все, но самое главное не перебарщивать с этим, и как я и сказал, самое главное здоровье, а остальное все зависит от тебя. День рождения где празднуешь? В ресторане праздную. Мне бы 21 в ресторане праздновать, ну ладно, я шучу. Я сегодня кстати купил абонемент. А кто на обратной стороне? Гильерми. А, Гиля, повезло. Ладно, давай. Большое спасибо за поздравление. Еще раз с днем рождения, давай, всего самого хорошего. Давай, сегодня отдохни. Сегодня твой день, тебе можно все. Я думаю, друзья тебя поддержат, близкие. Так что давай, всего самого лучшего. Пока. Пока. Поехали. Вильдар, расскажи пожалуйста, вот почему ты всегда соглашаешься на подобную историю? Мы просто сказали, что у такого-то болельщика день рождения, и ты сразу говоришь, а давай позвоню, а давай поздравлю. Ну не прям так сразу давай позвоню, давай поздравлю. Во-первых, это одно из составляющих моей работы, общение с болельщиками, с прессой, посещение определенных мероприятий. Ну для человека, для болельщика, для Сергея в частности, разговор с тобой, со звездой, со своим кумиром, это то, что запоминается, если не на всю жизнь, то действительно надолго. То есть это действительно большое событие. А ты как относишься к этим разговорам? Ты понимаешь, насколько ребятам важно вот понимать, что вы не какие-то отдаленные звезды, а вот вы здесь и вы такие же? Ну, я не знаю. Мне тяжело ответить, да, вы говорите там звезда, там, кому-то кумир, там, как бы для меня это немножко не то, что я начинаю как бы сразу, сразу начинаю там стесняться, нервничать по этому поводу. Не знаю, я так таковым себя не считаю, вот, и отношусь к этому как-то более спокойно. Если, там, люди ко мне подходят, я стараюсь, там, не отказывать, там, да, было такое в моей, там, жизни несколько раз, когда я отказал людям, там, по определенным причинам. Так стараюсь никогда этого не делать, ну, как бы, стараюсь всегда уделить время, там, многим людям, там, задержаться даже иногда, но не все это понимают, там. Ну, я, как бы, ну, стараюсь к этому спокойно относиться. Вот, если об абонементе Сергея ему достался Гильермо, ну, понятно, ему ты сказал, что это хорошее попадание, ну, так, между нами. Не, ну, просто, честно говоря, это первый человек, у которого был абонемент, там, скажем, не со мной, а вот с начала сборов, люди, в основном, я не знаю, все подходили ко мне с моим изображением на нем. Мне не встречался Соменов, мне не встречался Гиля. Пока только был я, это первый человек, которому достался абонемент не со мной. Я не говорю, что там какая-то, что я там супер-мега популярен среди болельщиков, но я просто, как бы, проконстатировал факт. Это личное мое. Поехали.